А знаешь, кто к тебе пришёл, пока ты спал? Ко? Сиреноголовый! Живой? Живой! Смотри! Я его сфотографировал даже! Видишь? Вон он стоит рядом с тобой, пока ты спишь в кроватке! Страшно? Да, страшно! А знаешь, куда он делся? Куда делся? А я не знаю, куда он делся! Ой! Тешок! Вот он, смотри! Мотенька там спит с открытым ртом, Мотенька, а Сиреноголовый рядом с ним стоит! Ты только посмотри на это, Мотя! Он хотел на тебя напасть и съесть! А ты его покрыл и бома! Нет, я его не прогонял из дома! А тётика хотел? Ничего не делал! Я пришёл, сфотографировал, он увидел вспышку и убежал! Да! И Пышка жалово его убежал на ручку, отикай-кот, ешь! И его съели волки, Панк! Волки съели сиреноголового? Да! Мотенька, вот же он! Смотри! Это сиреноголовый, он пришёл за тобой! Ты сможешь его победить, да, Мотя? Ты сильный! Ты сможешь победить сиреноголового! Да! Вот такого страшного и опасного! А шопик огромного сиреноголового! Я не могу победить! Он меня победит! Да, но этого-то ты сможешь! Угу! Ну вот! Развалился сиреноголовый, ты его победил! Да! Папа, это чего какой? Это чекайка и ням-нямка! Это, Мотенька, деталька, это подставка! Наш сиреноголовый, он очень высокий! И у него очень лёгкий низ, видишь, и тяжёлый верх! Поэтому ему трудно стоять на столе! Тем более, когда ты дёргаешь стол! Но он может стоять! Вот, смотри, он стоит, но его приходится уравновешивать постоянно, чтобы он не упал! Не упал, да! Давай мы его поставим сейчас на подставочку ножками! Мы поставили его на подставочку, и теперь он держится хорошо! Давай покажем нашего сиреноголового и расскажем про него, как мы его сделали! Да! Да! На самом деле сборка у него довольно простая! Необходимо найти детали соответствующие, которые будут подходить по цвету, ну и, соответственно, по функционалу! Это вот такие детальки с шарнирами! Техник детали в коричневом цвете! Можно использовать детали тёмно-серого цвета, вот такого же цвета, как у него сирены! В сером варианте, ну, как-то не канонично выглядит, а вот коричневый с тёмно-сером очень даже хорошо сочетается! Ну, да, можно добавить ещё несколько светло-серых деталей, вот, собственно, как мы и сделали! Мотя, сколько мы собирали по времени этого сиреноголового? Шесть часов! Шесть часов, да! Но большая часть времени у нас ушла на поиск деталей, потому что не было такой у нас возможности сразу взять все необходимые комплектующие! Все-таки это не набор по инструкции, а самоделка, причём довольно такая внушительная по количеству деталей! Что, Мотя, говоришь? Красные глаза! Красные глаза, да! У монстра красные глаза! Да! А покажи, какие у сиреноголового зубы! А у него эти зубы! Да! Вот, мы нашли такие детальки, которые похожи на зубы, и сделали из них зубы! Помимо основной фигурки, большого сиреноголового, мы собрали вот такого маленького сиреноголового! Кто это, Мотя? Это маленький сиреноголовый Мотя! Да! Малыш сиреноголовый! На, держи! О нём мы чуть-чуть попозже, да, расскажем и покажем! А сейчас вот так визуально осмотрим этого нашего сиреноголового, и из чего же он у нас состоит! В основе стоят, конечно, обычные систем детали из Лего Ниндзяга, я так понимаю, там из набора очень много было вот этих тёмно-коричневых деталей с боковым креплением! Ну вот, сразу понятно становится, что это за деталь, и мы их использовали! И из этого же, или из другого набора, точно не помню, но точно это было Лего Ниндзяга! То ли катер, то ли подводная лодка, были вот эти сопла турбины, и мы их применили как сирены! Такого же сиреноголового может собрать любой желающий, важно лишь наличие соответствующих деталей, но я думаю, если у вас есть коробка другая с Лего, то все эти детальки можно найти! Может быть и не совсем в идеальном цветовом варианте, но тем не менее, вот таких вот деталей в сером, тёмно-сером цвете очень много в разных наборах, и вот эти веточки, также в других цветах есть зелёные, то есть можно зелёного сиреноголового сделать! Очень даже, кстати, прикольно будет выглядеть, да, моченька! Можно сиреноголового! Да, всех цветов радуги просто используя разные детали, но нам хотелось сделать каноничного сиреноголового, чтобы он выглядел так внушительно и страшно, и мы сделали его коричневым, то есть классического сиреноголового! Сейчас вот мы его покрутим, посмотрим, что тут есть! Сама по себе фигурка не очень высокая, но количество деталей здесь внушительное, более 200 деталей! Если немного приглядеться, даже можно здесь увидеть маленькие детальки, которыми мы решили закрыть вот такие вот отверстия в техник-элементах! Ну, здесь они как бы не мешали эти отверстия, не бросались в глаза, а на руках, конечно, они очень здорово так просвечивали насквозь, и было не очень прикольно! А с такими детальками более интересно получается! Что касается самих сирен, мы сейчас попробуем так вот отсоединить, то вот внутри она выглядит таким вот образом! Можно разглядеть и понять, как оно собирается! Ничего такого сверх сложного здесь нет! Вот разве что вот эта деталь с веревочкой, у нас их всего там штуки 3-4, и она довольно редко попадается! Да, Мотя? Да! И песика Мимпи! И песика Мимпи! Да! Ножки у него выполнены в темно-сером цвете из деталей от какого, Олега? Рыцаря, да? Некса Найтс! Малыш, на голову катается! На песике! У тебя малыш на песике катается? Это очень здорово! Вот эти деталечки тоже они у нас не часто попадаются, у нас их мало было, но тем не менее, вот мы их заметили и нашли им применение! Позвоночник у сиреноголового выполнен из обычной бочки, но чтобы он держался и не отваливался, вот сейчас мы его разберем и посмотрим, что там, какое укрепление установлено внутри этой бочки, так чтобы было понятно, как такого сиреноголового собрать всем желающим! Так вот, это идет его позвоночник с ребрами, вот эти штуки можно поднять, посмотреть, что находится под ними, как оно размещается там, как крепится! Вот такие детали в бордовом цвете с крестовинами под ось лего техник, и туда вот такая конструкция вставляется, получается грудная клетка сиреноголового! А внутри в бочке у нас установлена конусная деталь с красным крестиком, осью крестовой, она служит у нас для укрепления, чтобы он не ломался пополам, потому что когда мы его собрали и сделали без этой детали, без этого укрепления, он у нас постоянно складывался, вообще не хотел стоять! Ну, точнее, он стоял, но верхняя его часть, она отваливалась! Таким образом это все собирается, и здесь тоже сверх выдающихся каких-то элементов нет, все детальки простые, за исключением двух крайне редких деталей, которые попадались только в одном наборе! Это звездные воины, там какая-то пещера с монстром была, и вот эти детали пальцев, крайне редкие детали, их можно заказать отдельно на сайте BrickLink, или заменить любыми другими более-менее подходящими! Но у нас они нашлись, у нас был этот набор, и остались от него вот эти детали, это пальцы, пальцы монстра, и вот мы их приспособили как пальцы для сиреноголового! Ну, а вот такие когти в коричневом варианте попадались много в каких-то наборах из серии LEGO Bionicle, Hero Factory и, возможно, в каких-то выпусках LEGO Ninjago. Насколько я помню, у нас в LEGO Ninjago вот такие были, если я не ошибаюсь, но это не важно. Можно всегда поковыряться у себя в ящике с конструктором и наковырять все необходимое для строительства практически чего угодно. Будь то сиреноголовый, долговязая лошадь, Мотя, да, или горкопожиратель, например. Так, вот он снова перестал держаться. Вот, там деталь отсоединилась, вот он отваливается опять. Придется ее вытягивать и ставить на место. Вот таким вот образом. Да, вот это вот самая такая у нас значительная проблема, с которой мы столкнулись, это адаптировать эти элементы так, чтобы они в итоге все более-менее хотя бы держались на нем. Потому что действительно у него очень тяжелая верхняя часть по сравнению с ногами. И ему сложно не ломаться. Смотри, Мотя, у нашего сиреноголового появилась жертва. А-а-а, человечку страшно, его хочет схватить сиреноголовый. И он его схватил, смотри. А, у него средний палец не гнется у сиреноголового, но все равно он может хватать и держать таким образом человечка. Да. Да, ему страшно. Дядя, ловите колючка. А-а-а, помогите, помогите. Меня схватил сиреноголовый, он хочет меня сожрать. Ну, еще хотелось бы отметить заднюю часть сиреноголового, это его спину. Я думаю, тут наглядно видно, какие детали были использованы. То есть, если вы немножко разбираетесь в лего и что-то из него собираете, то вам сразу станет понятно, из каких элементов здесь это состоит. Если у кого-то же все-таки возникнут какие-нибудь вопросы по содержанию этого сиреноголового, по его элементам, по деталям, какие были использованы конкретные детали, в каком месте, вы всегда можете написать в комментарии, я без проблем отвечу на этот вопрос. У сиреноголового мамы есть еще и сиреноголовый малыш. Давай мы его посмотрим. Ну, тут все понятно. Итак, деталек у него значительно меньше, чем у основного сиреноголового. Но они так довольно мило смотрятся рядом друг с другом. Да, Мотя? Только вот он что-то не очень хорошо стоит на нашей травке. Вот, малышу сиреноголовому мы тоже сделали подставочку, потому что на нашей травке они категорически отказываются стоять. Смотри, какие длинные руки Мотя у малыша сиреноголового. Он тоже может уже хватать свою жертву. Жертва орет. А-а-а! Но даже малыш сиреноголовый схватил жертву. Или мама малыша сиреноголового схватила добычу. Смотри, Мотя. И кормит своего малыша. Он тянется за едой. Да, Мотенька? Страшно? Нравятся сиреноголовый малыш и его мама? Да. Да, классные. Как она будет давать ему дядю кушать? Конечно, малыш. Ну, а ты посмотри, попробуй его взять и передать малышу, чтобы малыш покушал. Вот, мама сиреноголовый берет и дает дядю. Бери, малыш, дядю. Доставай у мамы из руки. Вот. И ням-нямкой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ня да все сиреноголовые накушались дома все они съели его они съели туловище съели головы волосы и ноги а это же мой то штаны видишь но сиреноголовые не кушают руки а может быть кушают руки но видишь руки этого дяди наверное были грязные и сиреноголовые не захотели его кушать наверное он не помыл руки перед тем как идти в лес к сиреноголовым но сиреноголовый возьмет руку дяди возьмет сможет у него получится это сделать давай попробуем нет не держится разваливается ручка у мамы сиреноголового в руках дядины руки а у малыша штаны да семья сиреноголовых да расскажи мотя что-нибудь про сиреноголовых что кушают сиреноголовые человечков человечков да где живут сиреноголовые я думал они живут в лесу где-то разве не в лесу они живут а где они живут в пещере пещере сиреноголовых да пещере сиреноголовых и они по живут и выходят и кушают сиреноголовые они вот такие вот да большие страшные эти сиреноголовые да и мотя сиреноголовые ну как мотя тебе нравятся наши самодельные сиреноголовые давай пятюню очень круто постарались собрать таких крутых монстров а где мама ты уверен да ты слышишь все звук сирены это сиреноголовый мотя прячься он он идет за мамой надо бежать спасать маму ты прячься а я побежал маму спасать скорее вот сюда прячься прячься забирайся скорее давай а папа спасет маму прячься дальше чтоб тебя вообще не видно было ты слышишь он приближается сирена становится все громче и громче все я побежал спасать маму мотя давай пока пока